Всем привет! Вот у нас появилось задание об устройстве регионов. Непростая жизнь правителя украденных земель. Нужно столько всего успеть. И одна из самых важных обязанностей в перечне дел короля позаботиться о том, чтобы вчерашние буреломы и трясины превратились в плодоносные пашни и безопасные дороги. Лучше всего начинать с небольших целей. Прежде всего королю следует позаботиться о трех самых главных регионах в своем королевстве. Любому государству нужен сильный центр. Так, ну и вот эти у нас в принципе понятно. Там все давно. Сейчас покажу, какие изменения я еще заметил. Но прежде всего, конечно, не произошли изменения, которых я так ждал. Например, чтобы очки строительства можно было покупать, не выходя на улицу этот раз. И не появилась долгожданная возможность покинуть локацию из любой точки. Ну вот, например, что мне мешает? Вот сейчас вот просто нажать выход, не знаю, куда-нибудь. И сразу на карту попасть. Ну, не знаю. Видите, появились новые модельки этих всяких плащей, оружия, там, колец. То есть, ну, на самом деле ничего такого интересного. Такая появилась. Что-то я еще раз замечал, у кого-то какие-то появились. По-моему, у нее щит изменился. Кстати, еще можно заметить, что вот какие-то искры появились. Вот у этого над головой они появились. Не знаю, что это значит. Но, как бы то ни было. А, еще вот что я заметил. Пес появился как отдельный... Компаньон. Вот. Ну-ка, может, сказителя разбоговали. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Нет. Либо он не забогован, и нужно просто еще до хера всего собирать, либо что. Не знаю, сложно сказать. Мне больше хочется верить, что дела любовные пофиксили. Можно сходить, проверить. Но, опять же, непонятно, черт-чур кого. Но сохранение у нас здесь есть, поэтому, если что, то не страшно. Так. Ну, здесь осталось все, по-моему, точно так же. Плащ проданных душ выглядит только теперь иначе. Раньше он был похож на белую какую-то такую закруженную тряпку. Сейчас он, не знаю, он выглядит... На что-то непонятно. Похоже на какую-то шкуру, наверное. Загрузки, по-моему, стали еще дольше. Ну, по крайней мере, вот загрузка, которая была... Локация из главного меню, когда загружался, что-то как-то неоправданно долго шла. Но, ладно, окей, может, это я придираюсь. В целом, пока я ничего нового такого не заметил. Сейчас будем, походу, разбираться. Так, идем сейчас смотреть... Куда? Сюда же он... Нет, не в Скрючевск точно, не-не-не. Болотная твердыня, возможно. Так, а где этот Ким это живет? По-моему, все-таки он в болотной твердыне живет. Но я не уверен. Ну, да, мы, слушайте, заметно быстрее перемещаемся после этого улучшения с конями. Неплохо, неплохо. Ну, потом посмотрим, что в замке. Если Кима с нами не поговорит, тогда как бы и пофиг вообще. Так, надеюсь, он здесь. Нет, походу, нет. Но я перепутал. Вот сука. Давайте еще раз попробуем. С второго раза-то получится. Так, ну давай, Кима, порадуй меня. Ага, рассказывай, что у вас пошло не так? Вы с ней поссорились? Я не знаю, после того свидания все было так хорошо. Почти каждый день мы были вместе. Мы беседовали, собирали цветы, смотрели на облака. Но в один вечер она просто попрощалась и спряталась в своем дереве. С тех пор она ни разу не показывалась мне и не сказала ни слова. Сколько бы я ни просил. Что значит спряталась в дереве? Она дриада, у нее есть дупа, с которым она связана душой и телом. Она охраняет его и ухаживает за ним. Мы познакомились, когда я искал дорогу к этому поселению. Ладно, покажи, где ее найти. Вот, но это ничего не даст. Ее сердце неумолимо. Ее не переубедишь. Ага, ну вот. Дела любовные продвинулись. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что в королевстве происходит. Так, поселенцы. Но что-то с поселенцами у нас не удается. Кутона. Ага, это через месяц будет. Понятно. Ну, в теории должны успеть сделать. Поэтому ничего страшного. Можно и задвинуть. У нас сейчас на повестке дня несколько другие дела. Так, и куда нам идти? Ой, а что все такое золотое стало? Аж засветились. Так. И где триада эта? Не вижу триада я. Кима попросил прийти к нему домой. Так. Без нас Кима не славится своей ненаглядной. Наконец-то мы познакомимся с этой таинственной особой на полянке феей. Ага, полянка феей. О, вот она. Мы там были уже. Можно на дебафах туда зайти. В принципе, не думаю, что что-то криминальное там должно произойти с нами. Ростить бы лучше. Не думаете? Стоит такая, как ни в чем не бывало. С мечом на голову. Вы узнаете триаду, что видели когда-то давно на полянке с пьяным сатиром. Ее кожа напоминает отполированное дерево. А голову украшает копна волос из листьев и травы. А, вот и ты. Так и знала, что ты придешь меня уговаривать. Кима про тебя почти каждый день рассказывал. Как ты здесь оказалась? Что значит оказалась? Я живу здесь. Выросла в этом лесу вместе со своим красавцем Дубом. Так что, если уж кто и оказался здесь, так это ты. А почему ты Кима оставила? Может он мне просто надоел? Я и не знаю. Он такой двумерный. В нем нет никакой интриги. Все, что он делает, ужасно предсказуемо. Все эти цветы, комплименты нет уж. Извольте. Ты будешь и впредь встречаться с Кимом, как раньше. Иначе я просто сожгу твой проклятый дуб и весь лес вокруг него. Замечательно. Так, дипломатия 28. Отлично. Кима талантливый ремесленник. С тех пор, как ты его отвергла, у него пропало вдохновение. Его дар пропадает зря. Прошу, дозволь ему видеться и говорить с тобой хотя бы ради искусства. Так, или что ты чересчур жестоко. Ну, окей, давайте вот этим кастанем. Фея вздыхает и закатывает глаза. Как же мне это надоело. Почему судьба именно мне положила принести себя в жертву искусству? Ладно, хорошо, хорошо, уговорил. Пусть приходит твой художник. Мне все равно одной здесь совершенно нечем заняться. Слишком легко. Окей. Я уже даже не помню, что до этого было на этой локации. Может дрались здесь с кем-то, может еще какие-то сюжетные повороты были. Не знаю. Ну, сейчас тогда сдадим этот квест и пойдем качать наших советников. Ну, что еще произошло? Знак свыше. Так, это у нас было, но пока мы этим не можем заняться. Дешевая слава тоже была, но давай трястим вперед. Так, поселенцы, пожар. Знаменование. 11 дней. А это оба через 11 дней закончат, и мы им вот эти дадим задания. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Я поговорил с твоей дриадой. И что же? Иди к ней, она ждет тебя. Не может быть, не может быть. Ах, спасибо, король. Мда. Увлекательное путешествие закончено. А что у нас, кстати, по магической темнице? Сколько зарядов надо еще? Так. Ничего себе, 69 банок у нас. Вот это да. Древняя охота. Этот колчан служит бесконечным источником снарядов, которые считаются сделанными из холодного железа. О, а также дают бонус плюс 2 к попаданию. Неплохо, неплохо. Поместим это дело сюда. Во, ключик вот этот. 11 зарядов осталось. Было 45. Ну да, в принципе, учитывая, что мы достаточно внимательно исследуем все карты, то это не составит никаких проблем собрать все заряды. Так, давайте вернемся домой. Что еще произошло? Пакости феи. Феи-проказницы наведались в поселение, теперь там то и дело оживают. Так, это у нас было, но отправить, к сожалению, абсолютно некого. Все заняты у меня. Ну, сейчас мы запустим событие, там 14 дней пролетит и раздадим задание. О, смотрите, какая красавица она, арена-то для битв. Ну да, вот так вот, в принципе, выглядит полноценный город, можно сказать. Так, ну окей, нам, как бы то ни было, нужно в тронный зал. А, тронный зал загружается за разы долго. Так, ну давайте выберем, кого мы сейчас качнем. Так, культура, магия, шпионаж. Занят, понятно. Блин, они у меня, скорее всего, кстати, все заняты. Ну, давайте хоть кого-нибудь. Занят. Занят. Блин. Занят. О, внешняя политика. Погнали. Провал. Художество в гневе прогнала куратора, обвинив в попытке оказать на него давление. Теперь на западной стороне храма красуется мозаика, изображающая ад. Ну, понятно. Чё? Стат армия? А, разве армию качал? Генерал не стал вмешиваться в распри солдат и командиров, и недовольные шепотки в рядах армии превращаются в стычки. Класс. Помощь оказалась очень своевременной. Поселение отстроено заново после ужасного пожара. Во сне верховному жрецу открылось, что местный служитель Эрастила влюбился в молодую крестьянку, и при падке ревности убил ее жениха. Прихожане отыскали в лесу труп несчастного, осудили убийцу и вернули себе благословение божества. Ну да. Барды внимательно выслушали все инструкции и отправились в окрестности. Так, это понятно было. О, судя по всему, Тартука действительно прокляли, как и обычно, собственно, как и обычно. Собственно, магии в проклятие было вложено совсем немного. Как столь слабое магическое воздействие могло привести к столь необычному результату, понять решительно невозможно. Это исследование несколько углубило наше познание в арканной магии. Здесь 33 очка строительства. Неплохо. Дунсвард присоединить пока не надо. Обучение Бартоломея. Сто очков. Ага. М-м-м-м-м-м-м. Сейчас я подумаю. Херня не нужна. Дипломат хочет обсудить. Я не хочу. Белые пятна опять. Сейчас подумаем. Василенция. Тебя туда. Знак свыше тебя. Пакости фей. Тебя. Белые пятна. Да, давай тебя. И сейчас что-нибудь забабахаем, наверное, для строительства. Да, у нас тут только одна лавка. Сейчас бахнем что-нибудь. Нормально будет. А что за звук будто бы пожар какой-то. Странно, странно. Ладно. В одном собрании ставим, конечно же. Деревянные стены. Так. М-м-м-м. Эх, алфийскую пивоварню нельзя сразу сделать. Давайте казармы обязательно сделаем. Кузницу можно. О, ничего, смотрите. Вот оно что. Ха-ха. Удобно. Удобно. Спасибо. Спасибо. Удобно сделали. Все. Все. Казармы, дом собраний, святилище, забор. И все нормально. Фактически полноценный город будет. Совсем-совсем скоро. Твоего внимания требует один вопрос. Семиарки собираются ввести флот в Новобора. Важный пункт речной торговли. И создать там таможню для борьбы с пиратами. Не обманывайся. Они просто хотят обложить податью торговлю товарами гор Пяти Королей. Которые сейчас в руках Кьонина. И Кьонин и Семиарки просят поддержки. Я не доверяю ни тем, ни другим. А потому предлагаю ввести в Новобора свой флот. Мы точно сможем проследить за пиратами. Даже если наши соседи не будут рады такому вмешательству. Угу. О, ну слушай, я не знаю. Тебе виднее, как поступить. Я распоряжусь, чтобы наши корабли достигли Новобора первыми. Мы возьмем торговлю под контроль. Чтобы не думали наши соседи в будущем. И будем следить за пиратами и контрабандистами в оба глаза. Минус шесть внешней политики. Ну, зато плюс два очка строительства каждую неделю. О, смотрите, как удобно. Восклицательный знак появился. Значит, там что-то новенькое есть. Неплохо, неплохо. Кстати, а эту пофиксили, интересно. А ее тут, по-моему, вообще нету. Там стояла девушка с ним. Я хотел поговорить. Ну, ладно. Но ее нету. Внешняя политика плюс один. Хорошо. Присоединение и улучшение регионов становится дешевле на 25%. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, что мы еще? У нас в итоге, кстати, внешняя политика оказалась впереди всех. Или нет? Повердите, как? Ранг показателя 5-4. А ну да. Слушайте, внешняя политика всех обогнала. Да. Интересно. Интересный поворот, конечно. Ну, давайте еще что-нибудь сделаем. Так, магию. На четвертого уровня. Армию до пятого. О, культуру можно качнуть. Отлично. Выслушав регента, поселенцы решили, что эти земли станут им хорошим приютом. И они готовы внести свой вклад в будущее этих владений. Спасибо. Собрав его пушки долб у людей, Джот припал на колено. Понятно, это было. Слуги канцлера изловили фею-хулигана и угрозами заставили ее исправить весь нанесенный ущерб. Ну, вы даете. Реставрационные работы идут полным ходом. Доступно усовершенствование региона, в котором центральную роль играет эта крепость. О, круто. Сто семьдесят очков. Ох. Серьезный прогресс в восстановлении крепости может превратить ее в центр и инфраструктуру региона. Нет особого эффекта. М-м-м. Понятно. Свобода любой ценой. Ух ты. Только что границу пресекла полуорчиха, знаменитая гульская смутьянка. Она несет раздор, призывая крестьян скинуть короля и грабить знати. И некоторые к ней прислушиваются. Так. Кровавая вендетта. Так. Две торговые семьи воюют. Куратор ждет вашей помощи. Неплохо, неплохо культура у нас стала четвертого уровня. Следующую магию надо тянуть. О, боги король, если бы ты это только видел, как горят его глаза, как чистая его душа, как возвышен его ум. Мы должны, мы должны, мы просто обязаны ему помочь. Вчера я познакомилась в театре с одним чудеснейшим, удивительнейшим молодым композитором из Апсалова. Его имя Ларцио Месус. И он еще не успел стяжать славу достойного своего таланта. Но клянусь благосклонностью Шелин. Его ждет величие. Он покинул родной город в поисках материала. И, проезжая сквозь наши земли, был поражен историей твоего успеха. Он признался, что мечтает написать оперу о твоих похождениях. Он просит лишь позволить ему жить и трудиться в твоем замке в непосредственной близости от участников событий, которые он хочет описать. Я считаю, что сама судьба привела его к нам. И эта строгая госпожа не простит, если мы не поддержим его юное дарование. Ну хорошо, давай. Улыбка озаряет лицо Линзи. Она хлопает в ладоши. Обещаю тебе, ты не пожалеешь о своей щедрости. Культура плюс один, минус одно очкостроительство в неделю. Класс. О, что принес? Арбалет. Наголом очередной принес. Деревянный щит. Ну, видимо, он башенный щит делает. О, ты кто такой? А-а-а. Все? Отлично. Два наголома у меня уже. Ух ты, эти перчатки дают носящему бонус плюс четыре к силе. И ко всем... Ну да, неплохо, неплохо. Вот так вот. Неплохие очень перчатки, прям спасибо большое. Так, а что-то ты еще же мне притащил, да? Колчан ультразвуковых стрел. Владелец этого колчана может использовать его до двадцати выстрелов с звуковыми быстрыми стрелами. Звуковые стрелы наносят дополнительный урон. Понятно, неплохо. Ммм, четыре тысячи, слушайте. Так мы можем прикупить сейчас немножко всякого. Да, успеем как раз. Так. Угу, замечательно. Что тут? Улучшение уровня культуры. Ага, ну чтобы дешевле всякое было. Семь шесть очков с тридцатого недели очень неплохо. Так, оказать поддержку понятно. Нет, мы сначала достроим все-таки этот скрючис, скрючевск, или как он там правильно. Да, вот. Потом уже будем во все остальное инвестировать. Ух ты, а здесь уже, смотрите-ка, все готово. Так, построить. Что у меня еще тут нету? Кузницы нету. Давайте ее обязательно. Стражевую башню пока не будем. Халфийскую пивоварню обязательно. Она дает прирост. Неплохой. Таверну давайте. Так, ну, мельницу можно, конечно, с амбаром. Давайте. Мельницу. Сюда. Амбар. Сюда. О, и дом травника на сдачу. Вот, все, полностью готовое поселение. Полная инфраструктура. Лавка, дом собраний, казармы, дом травника, амбар, вам тут и мельница, таверна с пивоварней своей. Ну, короче, живите, как люди. Целую одну очку строительства у нас после этого осталось. Так, что у нас там по времени? 29. Да не знаю, что мы тут еще успеем, на самом деле. Долго они еще? Шесть дней обучать Бартоломея будут. Стоит в регионах. Серебряный след и вот Дунсвар, да, вот. Их мы можем присоединить. Ммм. Только на Амире, если заменить. Регангар вспыльчив и решителен. Амире действует на пролом, да. Жаль, конечно, что тут чувак у нас погиб. Он у нас был таким более адекватным генералом. Справлялся, как по мне, намного лучше. Ну, в принципе, давайте на этом закончим. Это я так уже потянул чуть-чуть время, чтобы серия была на 30 минут. Всем спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok